всем добрый день дорогие друзья я нахожусь в лазаревском с вами я сочи конфетка traveling today у нас лето-летнее варсный сезон в разгаре людей стало значительно меньше хотя как сказать это пляж лазаревский 2 а белый теплоход как песенку поется радует нас море очень чистое уже не такое как молоко но все же такое теплое не за по моим ощущениям показалось как будто градуса не знаю 23-24 такой немножко освежающий может мне так показалось а может быть нет но солнце припекает хорошо захочется загарным кремом намазаться пройдем довольно много мусора стало валяться но это фактор же людей не факт моря да что люди с собой не убирают летом работала еще дополнительно убирали а сейчас естественно многие кафе уже закрываются столовая закрывается но все равно солнышко светит нет адской жары хотя уже кажется что я пригорел меня на тему гальки спрашивали она разная здесь мелкая проходила чуть крупную кто так загорает классно вообще какая-то мутная вода была прозрачная здесь не очень прозрачная вы видите потому что догадайтесь сами да что-то тут не то погода вообще супер сейчас пойду купаться прогуляясь с вами что-то до багратиона привет привет я начала сгорать не загорать а сгорать пройдем разминулась своими они как раз только наоборот искупались а я только собираюсь в принципе не первый раз как у нас с утра уже поработала спят уже в одежде потому что ветерок такой вроде теплый но после моря может казаться прохладно честно сегодня ощущение что люди многие просто спят за бадуна кто-то конечно загорает а кто-то помятым платье лежит на пляже это есть такое дело здесь обычно народу побольше скатает на всяких этих бананов очень много водной техники такое ощущение люди уехали а техника осталась и увеличилась размерах радость что пока не орет музыка потому что не будет орать лазерском кстати всегда намного больше пляже всегда состоятся аппаратуры технической ноутбуки колонки даже сочи такого нет и близко здесь как-то стараются для людей чтобы создавать ощущение праздника но для съемки конечно это не здорово опять прозрачная вода прошли зону так сказать где вода была не очень прозрачная так что как на эмеретинке есть места где идешь там прозрачная как стекло море а есть места где не очень прозрачно солнышко то есть и прячется ну и вот на по поводу гальки где то есть покрупнее есть где-то побольше где-то вообще мелко помнили кто-то писал нет это не лазаревская такие камни или наоборот разные тут же есть местами могут подсыпать какую-то машинку щебни а ездит природная остается по разу вы как меня радует что не орет музыка вы не представляете как сложно было снимать хотелось чтобы услышали звук волн по факту орала музыка на каждом шагу сильная женщина двигает катамаран одной рукой что отель коллипса держит пляж коллипса убегают музыки и разные советские как будто светское время попадаешь по ощущения хорошим в смысле слова людей все равно меньше видите да пройдем наверное это это пойду до багратиона там хорошие кафешки поэтому после тупани нужно будет покушать хорошо что что в это это в 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 Матрик попил? Да, да, да. Какой печатается? Что же ты из неё-то? А, ну ты у людей. Нет, в баре или у людей непонятно. Убегаю, убегаю. Везде ноутбуки, каунки лучше. Чтобы было ощущение, что ты где-то на суперкурорте. Но так оно и есть. О, красивая. Для заставки, да, такая? И музыка опять. И снова музыка. Еще дорожки не убрали. Тоже радует, чтобы хоть как-то ровнее идти. Обычно здесь вот этот пляж Калипсия показала, где есть такой барчик, качели. Даже зимой мне показали. Местные любят это место. Берут пиво, пиццу, токтейли. Да что угодно. И качаются там на подвесных качельках. Также там ночной клуб. Летом, по-моему, только он работает. Тут опять солнце. Начало палить. Припалить. Вот этот пляж и как-то так. Скажи, что он плохой, но почему-то я его не воспринимаю. Это, видимо, у каждого свои ощущения. Тут летом тоже много народа. Так вот щедро люди берут огромные покрывала. На всю семью. Может, у одного человека, конечно, не знаю. Витаминки и вафельки до зимы будут носить. Когда не успевают их печь, не знаю. Непонятно. Чувствую мне реально, что сгорело лицо. Прям под панамкой. Может быть. Там будет пляж вот этот с голубенькими лежаками. Там музыка орёт, которая называется «Теребокущее счастье». И не потому, что я не знаю, как это пишется, как они ноги подкалывали. Какое вот название. Кто-то в первый раз заходит в море. Но имеется в виду без тапочек, наверное. Может, не первый. Ну, на самом деле, да. Такая стоун камнетерапия. И везде разный заход. Вот здесь, посмотрите, далеко не маленькие камни, да? Хотя вот мы проходили, была мелкая галька. Хотя вот это, возможно, настоящие камни. Где-то их подсыпают. Море просто супер прозрачное. Посмотрите, какая вода. Как будто ты в бассейне в каком-то находишься. Как я была в горах, вот в этих диких местах на водопадах. Кстати, приглашаю всех на путешествие. Сейчас уже нет такой жары. И очень комфортно путешествовать с практиками, медитациями по местам силы. Также на индивидуальные занятия по колонетике. На поддержке фигуры. Для отличного настроения тоже всех приглашаю. Ну, кому нужна будет индивидуальная консультация психологическая. Также регрессолог, энергопрактик с картами второго. Работаю с фронами, тоже обращайтесь. Такая минуточка рекламы, да, как говорится. Ну, почему нет? Потому что мне многие говорят, мы не знали, ты молчишь-молчишь. А я действительно этим занимаюсь очень много лет, можно сказать, в детство. Это мое призвание. Так как у меня, по-другому, что я психолог, да, у меня есть родовой дар, друзья. Хожу по ходу, провожу разные работы. Счастье, которое пишется. Черщит. У меня некоторые товарищи тут не верили совершенно. Думали, что я тут фантазирую. Сейчас я покажу, где тут написано, чтобы мы узнали, что тут так. Считается хороший пляж. Так, здесь можно очень упало, правда. Взять коктейль. Взять бассейна побалдеть. Видели, да? Счастье, как щука пишется. Так что это не мои фантазии. Лето продолжается, отдых продолжается. Так что...